МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одесский авиационный завод – одно из крупнейших авиационных предприятий не только Украины, но и всей Европы. С его историей связаны имена первых украинских авиаторов и выдающихся конструкторов. Масштабные открытия и разработки, внесшие существенный вклад в дальнейшее становление и развитие мирового авиастроения. В 2016 году предприятие отмечает 105-летие со дня своего рождения. Сегодня наше предприятие, отмечая 105-летие, вместе со страной находится в сложном военно-политическом положении. Наша потребность и наше назначение востребованы страной, поэтому мы уже второй год подряд выполняем серьезные оборонные заказы по обеспечению боевой готовности воздушных сил Украины и по самолетам, и по двигателям. И чувствуя свою необходимость, весь коллектив завода работает, если необходимо, круглые сутки для того, чтобы вовремя выполнить государственный заказ. Подобно голубой стреле, взовьется самолета Клин, внизу оставив на земле лишь грохот громовой турбин и ляжет словно на весы на груди белых облаков, а дождь со взлетной полосы отмоет черточки следов. Одну из главных ролей в становлении украинской, как, впрочем, и российской авиации, сыграла Одесса. А начиналась все более века назад с одного из первых в империи аэроклубов. Его создало, а в дальнейшем стал президентом командующий войсками Одесского военного округа генерал от кавалерии Александр Васильевич Каульбарс. Однако первые полеты в начале 19 века отнюдь не были связаны с самолетами, летали тогда на воздушных шарах. Так, летом 1908 года Южную Пальмиру с высоты птичьего полета увидело 27 человек, а те, кто оставался на земле, с завистью смотрели в небо и мечтали. Мечтали о полете. К слову, во Франции в это время уже покоряли небеса первые крылатые машины. А чем мы хуже французов? Задались вопросом одессиды, которые уже давно грезили авиацией. Но чтобы подняться в небо, как минимум, нужна крылатая машина. Члены аэроклуба обратились ко всем зажиточным горожанам с просьбой помочь в приобретении первого самолета. Самым неравнодушным оказался Артур Антонович Анатра. Он выделил немалые средства для покупки самолета типа Вуазен, а в скором времени сам сменил на посту президента аэроклуба Александра Каульбарса. Однако судьба этой машины оказалась фатальной. Прибывший агрегат упорно не хотел подниматься ввысь, да и летчики не имели опыта, чтобы справиться с Вуазеном. Закончилось все достаточно плачевно, самолет разбился. Но это не охладило пыл авиаторов. Артур Анатра заказал еще два самолета Вуазен, а другой меценат клуба, банкир, господин Ксидиас, привез самолет типа Фарман и предусмотрительно отправил на обучение летному делу во Францию молодого паренька, романтика, Михаила Ефимова. И, нужно сказать, не ошибся. Именно Фарман, пилотируемый Михаилом Ефимовым, был первым самолетом, который поднялся в небо над беговым полем Одесского ипподрома и заложил фундамент отечественной авиации. А произошло это знаменательное событие 8 марта по старому стилю в 1910 году. Это была настоящая победа, которая воодушевила покорителей небес. И останавливаться на достигнутом члены аэроклуба не собирались. На месте стрельбищного поля они организовали для пилотов военно-авиаторскую школу, инициатором создания которой стал, конечно, Артур Анатра. Сейчас на этом месте находится Одесский авиазавод. В 1910 году количество летательных аппаратов, построенных в различных частных мастерских в Одессе, превысило 30 штук. Появились и профессиональные пилоты, самый известный из них Сергей Уточкин. Но самолеты нужно было уметь обслуживать. Ремонт освоили мастеровые люди Одесского морского батальона под руководством начальника автомобильного и авиационного парка Одесского аэроклуба подполковника Харлампия Федоровича Стаматьева. Именно им удалось создать аэроплан «Формант-4» оригинальной конструкции, который в 1911 году был успешно испытан пилотом Николаем Дмитриевичем Костиным. День, когда состоялся этот полет, 27 апреля 1911 года, принято считать днем рождения завода. Тогда было трудно поверить, что уже через год Артур Анатра получит первый крупный заказ на производство шести самолетов. К ноябрю 1913 года заказ будет выполнен силами 100 сотрудников авиационного предприятия. Предприятие активно развивалось, и в те далекие годы здесь собирали лицензионные самолеты типа «Фарман», «Ньюпор», «Маран», «Вуазен». К 1916-му было налажено производство аэропланов собственной конструкции типа «Анатра», «Анатра-Д», «Анасаль», «Анаде», «Анаклер», «Анадис» и многие другие. Через четыре года количество сотрудников предприятия возросло в 20 раз, а производительность составила 50 машин в месяц. Это был первый взлет в истории авиационного предприятия. Производственный подъем авиационного предприятия продолжался до начала революции 1917 года. Революционные события вынудили Артура Анатру эмигрировать, потеряв идейного вдохновителя и мецената завод осиротел. Казалось, история повернула вспять. Завод медленно приходил к упадку. В начале войны оборудование завода чуть не было утеряно во время эвакуации и передела власти. Потом началась национализация. Не миновала она и мастерские Артура Анатры. К 20-м годам завод из целостного предприятия превратился в несколько разрозненных мастерских, где занимались ремонтом всевозможной техники. Однако осталось главное. Чудом уцелевшее оборудование и талантливые мастера. Не хватало только лидера, который смог бы объединить людей и возобновить производство. Но вскоре такой человек появился. Им стал Василий Николаевич Хиони. Гениальный конструктор, механик, выдающийся пилот. Его идеи опережали время. Именно под руководством Василия Хиони осколки предприятия были собраны воедино и вновь заработали как цельный механизм. Появился самолет, приспособленный для работы в сельскохозяйственной отрасли. Но не только производство новых самолетов было востребовано государством. Поступало множество заказов на ремонт эксплуатируемых машин. О начале войны жителей Одессы оповестила не только радио, но и бомбежка окрестностей. Немецкие войска провели бомбардировку всех военных объектов. Одной из главных мишеней были аэродромы. Волею судеб во время бомбежки одесские авиационные части не пострадали. Пилоты и их машины в то время находились в полях на военных учениях. Но радость была преждевременной. И уже через несколько дней мастерские получат на ремонт пострадавшие в бою 1-й И-16. Для завода война стала настоящим испытанием. Последовала эвакуация. Я когда окунаюсь в историю именно Великой Отечественной войны, то я, естественно, в первую очередь обращаю внимание на сам период эвакуации. Когда я просмотрел путь от Одессы до станции, до Сталина, потом Камышина в районе Сталинграда, а потом возвращение опять Луганск и уход на Кавказ, я понял, насколько действительно был наш народ в то время героический. И в этот период удалось всему коллективу завода, основной ударной его силе, в то время 256-е самолетные авиационные мастерские, эвакуироваться, пройти весь этот странный маршрут и в районе Баку развернуться в нормальное производство, где выпускать, ремонтировать самолеты для фронта. Путь домой был нелегок, да и в самой Одессе царила послевоенная разруха. Постепенно жизнь возвращалась в свое русло. 4 сентября 1946 года предприятию было присвоено название 302-я авиационная база ВВС. К тому времени ее территория напоминала одну огромную стройку. В одной части проходил ремонт, в другой, на месте разрушенных, возводились новые цеха. А назначение на должность начальника базы полковника Павла Николаевича Розова в 1951 году на ближайшие 14 лет определило дальнейшую судьбу предприятия. Именно под его руководством был освоен ремонт реактивной техники, которая поступала на вооружение ВВС. Здесь восстанавливались МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19. На завод я пришел в 1957 году, 28 декабря. Принимал директор Розов, полковник Розов. Какой он был человек? Очень строгий, требовательный, но и справедливый. А к людям как он относился? Очень справедливо. Очень справедливо. Никого, считай, всем помал. На 70-е и 80-е годы приходится полет военно-технической мысли, рост технического прогресса. Активно модернизировался и Одесский авиаремонтный завод. В 1967 году его сотрудники освоили ремонт самолета МиГ-21, а в 1986 году одесские авиаремонтники первыми среди родственных предприятий страны осуществили ремонт самолета нового поколения МиГ-27. В эти годы были и многочисленные кадровые перестановки. Свой вклад в развитие Одесского авиаремонтного завода внесли Яков Павлович Тесла, Виктор Сидорович Анищук, Василий Сидорович Шевцов, Юрий Алексеевич Молчанов, Валерий Павлович Шмелькин, которые в разные годы руководили предприятием. После Розова, значит, был Тесла, после Тесла был Анищук, после Анищук Молчанов. Их восемь директоров порешил. Сейчас Света Иванович, он тоже очень справедливый. Он относится всегда к коллективу справедливо. Поможем всегда любому. Если еще никому не отказал, если к нему кто-то обратился. 90-е годы стали периодом испытаний. Мощности были задействованы лишь на 30%. Завод потерял более трети квалифицированных специалистов. Казалось бы, еще немного и работа полностью остановится. Именно в этот момент и возглавил руководство истинный фанат авиации Виталий Владимирович Юхачев. Результатом грамотного руководства стал дальнейший расцвет предприятия. В 1994 году заводу удалось получить заказ от Министерства обороны Египта на ремонт 11 самолетов МиГ-21 и 30 авиадвигателей. Это исторический договор, благодаря которому мы выжили тогда. Тяжелый момент перестройки, тяжелый момент становления Украины, ее экономики, независимости и самостоятельности. И, конечно, наш опыт по ремонту авиационной техники такого класса нам пригодился. Контракт выполнялся на протяжении практически 20 лет. И мы отремонтировали более 150 самолетов. Следом за египетским контрактом были договоры с Польшей, Латвией, Грузией, Ливией и другими странами. Следующее важное очень событие – это 2000 год, когда мы освоили капитальный ремонт самолета Л-39 и всех его агрегатов. А двигатель для этого самолета был освоен несколько ранее. И мы себя почувствовали действительно важными для государства в стратегическом плане. Потому что делали уже целый авиационный комплекс, необходимый военно-воздушным силам Украины. В 2001 году мы сделали еще один такой важный шаг и освоили капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов для самолета МиГ-29. Освоили капитальный ремонт вспомогательно-силовой установки для самолета МиГ-29. Освоили изготовление стекол для кабин всех боевых самолетов Украины того сегодняшнего времени. И таким образом втиснулись в ряды предприятий, которые ремонтируют сегодня авиационную технику четвертого поколения. А получение в 2003 году оценки Международного бюро Веритаса соответственно с международным стандартам качества ИСО-9001 и ИН-9110 подняло имидж предприятия и мы вошли в число элитных авиационных. В 2008 году мы провели государственное испытание, пусть и частично, но модернизированного самолета Л-39, варианты М1. И в 2009 году выпустили серийно два таких самолета, что окончательно укрепило нас в мысли о том, что государству мы нужны и государству нужна настоящая военно-авиационная техника. Одесский авиазавод является признанным мировым лидером в ремонте различных типов двигателей и самолетов. Предприятие Тесну сотрудничает со странами Юго-Восточной Азии, с Польшей, Болгарией, Чехией, Казахстаном, Грузией. Не так давно к числу зарубежных партнеров присоединился Китай, ведутся интенсивные переговоры с чешской и американской компаниями по воспроизводству летательных аппаратов на территории Украины. Работа по международным контрактам способствует не только дальнейшему развитию отечественного авиастроения, поднятие качества производства до уровня евростандартов, но и значительные валютные поступления в государственный бюджет страны. Самые-самые-самые любимые наши заказчики за последнее время это, конечно, польский завод ВЗЛ-2, благодаря которому мы выполняем большую программу по ремонту коробок самолетных агрегатов. С акционерным обществом «Мотор Сич» нас связывают не только деловые отношения партнерские в части выполнения работ и услуг для них. Это, прежде всего, лицензионный договор на ремонт двигателей АЕ-25ТЛ. Не могу не сказать о тесном сотрудничестве нашего предприятия с уполномоченными спецэкспортерами, через которых мы выполняем работы для наших ино-заказчиков. С особым уважением могу сказать об государственной компании «Укрспецэкспорт». Недавно мы закончили выполнение контракта по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-21 для Министерства обороны Хорватия. Не могу не сказать добрые слова в адрес государственной компании «Укренмаш», благодаря которому мы очень тесно сотрудничаем с Министерством обороны ЧАД по ремонту авиационных двигателей. У нас в памяти еще два больших контракта для Министерства обороны Ебина по ремонту и поставке самолетов Л-39 и МиГ-21. По-прежнему тесно сотрудничаем с новыми заказчиками. Мы строим большие планы и надежды на то, что мы возобновим сотрудничество с нашими традиционными заказчиками. Это Министерство обороны Малайзии по ремонту КСА через государственную компанию «Укрспецэкспорт» с Министерством обороны Казахстана. Не могу сказать ни об одном заказчике, что он для нас недорогой. Все заказчики нами глубоко уважаемые, любимые, с которыми мы готовы продолжать сотрудничество в любой момент по их желанию. У нас увеличился, значительно увеличился объем сотрудничества с нашей Украиной родной. Потому что по заказу Министерства обороны или Генерального штаба Вооруженной силы Украины объем работы возрос в разы по сравнению с тем, что было еще 3-4 года назад. Сегодня больше 50%, порядка 65% объема производства предприятий – это все заказы Министерства обороны. Естественно, больше времени мы тратим на этот процесс, особенно последние 2 года. Тем более, этот год, 2016, объявлен у нас в стране годом авиации. И, естественно, заказ по сравнению с прошлым годом был не просто удвоен, а может быть где-то даже утроен. Нам нужно создать тот потенциал и привести замену авиационных летательных аппаратов на другие, которые придут им на смену. Есть у вас что-то, какая-то идея, с которой вы лоббируете у директора, и пока что еще не получается ей разрешить? Я хочу создать самолет модернизированный, который будет полностью оборудован национальным оборудованием, то есть отечественным производством. Вот такая у меня мечта. Для того, чтобы поднять авиацию, авиационную промышленность в Украине. А есть у нас вот такие вот возможности, вот, допустим, наших специалистов, наших умов будет хватать для того, чтобы сделать то, про что вы мечтаете? Я работал около года в Европе и могу с уверенностью сказать, что умы, которые находятся в Украине, мы намного превосходим специалистов Европы. И мы это можем сделать. Мы достаточно финансируем. Модернизация самолета Л-39М проводилась поэтапно. Начались работы еще в 2001 году, когда был получен заказ на модернизацию и переоборудование самолетов в воздушный симулятор боевого использования самолетов МиГ-29 и Су-27. Тормозило процесс скудное финансирование. В 2014 году, когда на теле Украины возникла горячая точка, события на востоке страны, Министерство обороны выделило средства и уже через два года Л-39М был готов к обучению летчиков. После него можно смело управлять МиГами. В марте 2015 года приказом министра обороны номер 100 этот самолет был принят на вооружение вооруженной силы Украины. И уже с этого времени, в том же 2015 году, уже первый серийный образец пошел в эксплуатацию. Сейчас он проходит в одной из частей воздушных сил, проходит военные испытания. Информационное поле кабины очень приближено до информационного поля самолета МиГ-29. Все макетное проектирование сделано на компьютере. Позволяет сэкономить деньги на материалы, проработать различные варианты. Во время разработки РКД может быть до 10 вариантов. Он, конечно, полностью все режимы воспроизводит. Это режим встречи, догон, РЛББ. Органы управления. И в том числе он может выполнять боевые задачи, тренировать летчика, которые будут потом летать на самолетах МиГ-29. Летчикам в задней кабине вводится задание. Вот и в передней кабине летчик обучаемый может эту всю информацию видеть, прицеливаться, атаковать, захватывать, сбрасывать там захват. И еще, значит, система навигации. Мы можем практически сесть на любой аэродром в условиях минимума погоды практически. То есть, ну, так в простонародье сказать, где-то, ну, порядка там 200 метров нижний край с видимостью там порядка 2 километра. Ну, и в дальнейшем все будет зависеть от заказов Министерства обороны по потребности этих самолетов в частях. И, соответственно, будут заказы, будем делать дальше. Одесский авиазавод – постоянный участник Международного авиационно-космического салона «Авиасвит». Выставка особенно значима для государственных предприятий, поскольку только на такого рода мероприятиях у них есть возможность презентовать свои достижения первым лицам государства, от решения которых зависит и дальнейшая работа авиаспециалистов и развитие самих заводов, и даже судьба целой отрасли. На экспозиции выставки Одесский авиазавод представлял успешный результат последних лет работы – самолеты Л-39М «Дельфин» и «Фермер». Одноместный низкоплан «Фермер» предназначен для проведения авиационно-химических работ. А это «Дельфин». Его предназначение весьма разнообразно – от обычных пассажирских полетов до научных исследований и обучающей подготовке летчиков. Как пилот, я говорю, этот самолет очень хорошо управляемый, устойчивый. Одна из особенностей этого самолета здесь стоит дизельный двигатель. Хороший самолет, надежный. Он также имеет ряд преимуществ – легкую, удобную конструкцию, низкую себестоимость и высокую степень безопасности. На будущее, естественно, планируем много других тем, связанных с авиацией, в том числе использование того же самолета «Дельфин» как специального самолета для погранвойск в перспективе беспилотный летательный аппарат. Одним из последних разработок Одесского авиационного завода, занявшего монопольную нишу в нашей стране, стало освоение запуск в производство мягких топливных баков для различных самолетов. Мы сейчас активно занялись созданием проекта по изготовлению мягких топливных баков для самолетов типа Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-32. Это уже по работе с 410-м заводом гражданской авиации «Город Киев». Думаю, что эта продукция очень понадобится и просто авиакомпаниям, которые эксплуатируют авиатехнику, в том числе и за рубежом. Недавно мы провели государственные испытания, тоже освоенных нашим предприятием самостоятельно, в производстве мягких топливных баков для вертолетов типа Ми-8. А вертолеты типа Ми-8 не только военные, но и гражданские, и транспортные, всяких модификаций есть. Поэтому на них спрос тоже высокий. То есть мы завершаем сейчас оформление разрешительных документов правительственных органов Украины на их серийное производство. А уже получаем, смотрю, вчера поступил заказ уже с Прибалтики с просьбой поставить эти топливные баки. Почему? Мы, конечно, выступили конкурентами производителей аналогичной продукции, по всей видимости, в Российской Федерации, больше нигде их не выпускали. И, естественно, цены на нашу продукцию несколько ниже, чем у основного монополиста. На данном участке в данное время происходит изготовление топливных баков на самолет Л-39. Но также мы изготавливаем на Ми-8, на К-27, К-28. Мы сейчас наблюдаем вулканизационный котел ВК-15-30. В данном котле происходит вулканизация. Первая партия готовой продукции, которую мы готовы предоставить нашим заказчикам. Здесь находятся протектированный и непротектированный бак на вертолеты типа Ми-8. Здесь производятся резинотехнические изделия для авиационной техники. Сейчас проходит испытание изготовления резиноткальных изделий, так называемых мембран. Но это, считайте, как клапана в сердце, так и клапана в насосах. Насосы уходят в Малайзию, в Китай. Они будут уходить на нашу технику. Я думаю, что после окончания этих испытаний, уже они довольно успешно сейчас идут, и если уже эта продукция будет утверждена на авиационных кассах, то я буду считать, что мы сделали очень большое и хорошее дело для нашего завода, а в том числе и для наших военно-поветрянных сил. А кто-то еще в Украине на других авиазаводах делает эти изделия? Никто. Никто не делает. То есть переходим на свои рельсы? Однозначно. Нам не только по этим изделиям, нам и по всем изделиям приходить. Тем более политика генерального директора абсолютно в этом, она поддерживает любое производство. Он прекрасный педагог, учитель, наставник по жизни. Он человек очень передовых мыслей, передового мировоззрения. Он новатор. Я не перестаю об этом повторять. Настоящий новатор. Профессионал и настоящий генеральный директор нашего предприятия. Любой уважающий себя руководитель особое внимание уделяет кадровой политике. Особенно, если на предприятии работает более 800 человек. На завод не заманишь накрахмаленными белыми воротничками. Плотная рабочая куртка и нелегкий труд в цехах. Правда, руководство предприятия и профсоюзный комитет изо всех сил стараются создать максимально комфортные условия для своих сотрудников. У нас существует определенная льгота для работников, которые стремятся зарабатывать больше. Возможность обучения за счет предприятия. У нас есть договор с Национальным авиационным университетом Украины. Я до сих пор общаюсь даже со своим руководителем дипломного проекта, профессором Ударцем. Тогда он был просто преподавателем. Сейчас уже на пенсии профессор, заслуженный, аэродинамик и так далее. Я уже заслуженный машиностроитель, то есть мы друг другом выравнялись по этим званиям заслуженных. Не знаю, он лауреат государственной премии или нет, но я вот недавно стал лауреатом государственной премии. Так что растем потихоньку. Так вот, мы с этого университета получаем какую пользу. Мы туда направляем своих кадровиков со специалистами, будем отбирать там инженеров. В основном мне, естественно, нужны технологи и конструктора. Почему? Потому что это, как всегда, является тем стержнем, вокруг которого создается все производство. Я закончил авиационный вуз, Харьковский, Аэрокосмический, и любовь к авиации у меня с второго курса появилась. И так получилось, я еще влюбился в одеситку, и любовь меня привела в Одессу. Реально, завод – это наша большая семья. И с квартирами мы помогаем, и активный отдых мы всегда устраиваем. Спортивный отдых у нас есть, футбольная команда. Для них все двери открыты, в любые чемпионаты даже есть призовые места. Помимо социального пакета, работники могут оздоровиться на ведомственной базе отдыха, получают премии и материальную поддержку. Не остается без внимания молодожены и молодые родители. На авиазаводе работают целые трудовые династии. Так, династия Кудин и Хлариных насчитывает более двух десятков человек. И если сложить их общий трудовой стаж воедино, наберется более 140 лет. Вот когда заходишь, пересекаешь проходную, да, это не просто проходная завода, это сразу у тебя перед глазами стоят те люди, с которыми ты с детства знаком. Вот, когда меня мама сюда приводила, вот, когда я в этом цехе, здесь моя тетя и дядя работали. Вот, вот этот запах этого участка, мне так нравился, вот этот запах керосина, я до сих пор его помню, это детство, да. И никогда я не думал, что я окажусь через столько-то, столько-то лет вот здесь вот начальником цеха. Я здесь в третьем цехе был начальником. Вот, ну, переполняют чувства, и это дополнительная ответственность, это не просто работа, когда ты приходишь, отработал. Потому что, еще раз говорю, эти поколения, перед которыми, вот, низкий поклон им за то, что они столько лет отдали развитию нашего предприятия. Ну, и ответственность за будущее этого завода. Вы хотели, чтобы ваш сын, например, или дочь, вот, продолжили уже вашу династию? Естественно. Конечно, хотел бы. Ну, я бы был горд бы за это, что такое вот, что так получилось все. Хотел бы, хотел бы, да, что вот мы чтим традиции наши, как предков. Вековые? Да, вековые. Был бы очень рад. Одной из старых добрых традиций завода – сильная профсоюзная организация. Взаимоотношения между коллективом и руководством подкреплены коллективным договором. Это маленькая конституция предприятия. В коллективном договоре на этот год, на социальный пакет, у нас прописана сумма около 10 миллионов. Если сотрудник проработал год, выделяется премия в размере тысячи гривен. С каждым годом эта сумма растет, и человек, проработавший 50 лет на заводе, у нас были прецеденты, что мы даже дарили автомобилю. Таких сотрудников на заводе сегодня у нас уже насчитывается более 10. Можете свою жизнь без завода представить? Не могу. Здесь у меня проработало. Я работаю, жена, сейчас сын работает, начальник общества. Дочка работала старшим диспетчером. Внучка тоже работала диспетчером. Сейчас все походили. А я не могу. Без коллектива не могу. Это родное, да? Да. Чего дела? Я помогаю молодежь воспитывать сейчас. Так что стараюсь. Работаю. Шести часов прохожу на работу. Никто не мешает. До шести работ. По 12 часов. Нормально. Средний возраст заводчан около 50 лет. И, конечно же, профсоюз и руководство предприятия ищут возможности стимулировать молодежь. Это требование времени, знания современных информационных технологий. Трудно сказать, что это промышленное предприятие здесь находится. Здесь больше похоже на санаторий, потому что этому тоже внимание уделяет руководство очень большое. На заводе у нас 280 видов растений выращено нами, нашими руками на предприятии, за которые мы всегда ухаживаем. А еще мы сделали 4 года назад небольшой прорыв. То, что не делается у нас сегодня государством, уже на протяжении 25 лет только идет разговор о страховой медицине, значит, мы уже ввели такой у себя маленький элемент страховой медицины. То есть мы, сотрудники, все зарплаты перечисляем в профсоюзный комитет по 20 гривен. Значит, в год мы набираем 160 тысяч. Казалось бы, так, мелкая копеечка, которая 20 гривен для человека, это немного, а в год для завода 160. Плюс завод помогает, 1% от фонда заработной платы перечисляет. И мы на сегодняшний день всех сотрудников завода при необходимости лечим в больницах города, в военном госпитале совершенно бесплатно. У нас неподдельная любовь к своему предприятию, потому что родным называют того, кто что-то хорошее, приятное делает для тебя. Мы также благодарны своему руководству, который этому уделяет особое тоже внимание, потому что директор в этом году отметил 40 лет работы на заводе, 26 лет, как он руководит предприятием. Забота о людях у него с тех времен и действительно знание каждого человека на предприятии. Ну и, естественно, все его помощники, помощники руководителя, ну и сила профсоюзной организации в этом. А недавно на территории авиазавода появилась и своя часовня – Михаила Архистратижа. Идея возведения этого храма пришла к директору предприятия Виталию Яхачеву не случайно. Подтолкнул к этому шагу непростой жизненный случай. В 97-м году, после авиакатастрофы, в которой мне пришлось принимать участие при перелете из Одиссабебы в Найроби, вот, когда наш самолет разбился, я остался живой. И в то время, будучи, по всей видимости, неверующим, я обратился в Бога и остался жив. Поэтому по возвращении с этой командировки, такой тяжелой, я крестился и с 97-го года стал активным прихожанином. На одном из собраний коллектива Виталий Яхачев поделился с сотрудниками своими планами о возведении часовни. Более половины стоимости было выделено предприятиям, а остальная часть – добровольные пожертвования сотрудников завода и небезразличных к этому благородному делу. Виталий Владимирович, который решил поставить эту часовню, он понимал, что для него это будет в будущем подспорьем для того, что и сам он будет сюда приходить, насколько я знаю, человек очень верующий, православный, сам будет приходить молиться, призывать своих сотрудников, потому что, извините меня, построить машину, создать машину, поезд, но самолет – это, наверное, самое опасное для жизни каждого человека. Сделать он уже так, чтобы она и взлетала, и приземлялась, и чтобы люди вставали целыми и людьми. 40 лет назад перешагнул заводскую проходную Виталий Юхачев. Большая часть жизни этого седовласого мужчины с мудрым, но строгим взглядом военного связана с этапами большого и сложного пути развития украинского самолетостроения и одесского авиазавода. Сегодня я понял, как-то рассуждая сам для себя, что, наверное, это предназначение. И не просто так я появился вдруг в Одессе, с далекого Дальнего Востока, с Хабаровского края, через весь бывший Советский Союз, и попал здесь уже с 1967 года, это в следующем году будет уже, сколько, 50 лет, на территории Украины нахожусь. Не просто так, это по всей видимости было какое-то предназначение, преднаменование, потому что все, кто со мной там начинали, они, в общем, все давно на пенсии, все давно не работали, я все еще как каторжный тружусь на благо Родины, Отечества, людей, вот, и мне хочется работать, я чувствую запас той энергии и желания трудиться, даже несмотря на трудности, которые на сегодняшний день, для меня они не являются трудностями, но я вижу, что они являются трудностями для тех людей, которых я воспитываю в качестве своих преемников, мне становится обидно. Почему? Для меня это не трудность, а для вас это трудность, пытаюсь это дело объяснять, но и все равно, несмотря на это, мне интересно, я дружусь, я созидаю, я хочу, чтобы завтра завод был лучше, чем сегодня, и чтобы он принес пользу не только нашим людям, работающим на заводе, но и нашей любимой Одессе. 105 лет заводу, много это или мало, с точки зрения человеческой жизни, рекорд долгожительства, с точки зрения развития отечественного авиастроения, наверное, юность, работа на оборону родной страны, выполнение зарубежных контрактов, запуск в серийное производство самолетов фермеру «Дельфин», конструкторская разработка и производство мобильной лаборатории диагностирования авиационной техники, «Планы, планы, планы». Главное, чтобы на все хватило сил и поддержки государства. Но если бы все можно было начать сначала, Виталий Юхачев ничего бы не стал менять, потому что это предначертано судьбой, потому что рядом коллектив единомышленников, большая заводская семья, а это единение и дружбу не купишь ни за какие блага мира. 105 лет. Полет продолжается. КОНЕЦ КОНЕЦ